Всем привет! Audi A6 C5 2.5 TDI Машинка приехала просто для того, чтобы почистить форсунки Их снять, отдать на реставрацию Или на замену распылителей Вот двигатель у нас BDH Это уже который B-серии У которого уже стоят коромысла с подшипниками Мотор в принципе работает очень хорошо, мягко, без проблем Только что по форсункам в группе 13-14 была очень большая коррекция По некоторым форсункам Вот что оказалось Правая головка вскрыли Тут в принципе все очень хорошо, красиво Все коромысла на месте Коромысла с защелочками То есть коромысла, которые с подшипниками Имеют защелочки, которые защелкиваются именно на гидрокомпенсатор А вот левая голова Если мы присмотримся, то мы увидим, что у нас выпало два коромысла Вот лежит одно коромысло Которое вывалилось Вот и оно повезло хозяину То, что оно просто-напросто легло И кулачок до него не дотрагивался Вот оно развалилось на две части Соответственно роликов, шариков здесь уже нет Тут должны быть ролики Вот, вот вторая часть там лежит подальше еще А вот лежат и сами ролики Вот еще одно коромысло вывалилось И вот мы можем видеть, что вот тут вот у нас лежит коромысло Вот с этими вот роликами Вот, они еще остались на месте Вот, соответственно, где вот эти ролики Ну, я думаю, скорее всего, либо будут здесь лежать понизу Либо будут уже в поддоне Вот, ну Ну, нюанс в чем? Нюанс в том, что все распредвалы у нас пустотелые Вот такие, красивые Кулачки не треснутые Все нормально Данный распредвал, видно, уже менялся То есть он уже постоит уже литой Но сами коромысла, они не такие, как везде Родные коромысла имеют вот такие вот защелочки Вот и мы увидим Вот, что было извлечено из головки Вот разломанное коромысло И вот вообще, как ни странно, магнитиком достали мы еще ролики И второе разломанное коромысло Ну, вот так вот А вот это вот два типа коромысел именно на B-серию Вот как можно видеть, они вроде бы одинаковые Они оба на подшипничках Оба на подшипничках Но у одного коромысла есть такая вот защелочка И вот эта защелочка отлично защелкивается на сам гидрокомпенсатор То есть если мы так посмотрим Она оп, защелкивается И коромысло уже само по себе Даже если гидрокомпенсатор уже себя будет весь изношен Он уже не будет работать Коромысло все равно не выпадет А вот это вот коромысло Оно просто-напросто, как и в А-серии Оно просто нажимает сверху на сам Гидрокомпенсатор Вот просто, то есть здесь никаких защелочек нету Абсолютно оно просто так вот давит И вот именно вот такие вот два коромысла Именно такие же вот такой именно формы Вот они повылетали Вот одно и вот второе Вот как можно видеть, они вот именно Вот такой формы Вот, а все остальные на двигателе стоят вот такие Почему так получилось Очень интересно, потому что почему-то Заменен распредвал И либо на нем оставили родные коромысла А все остальные поменяли Либо с распредвалом поставили новые коромысла без защелочек Ну, непонятно Ну, факт есть факт Сейчас необходимо менять гидрокомпенсаторы Как минимум шесть штук вот на этом вот распредвалу И, соответственно, как минимум два коромысла Так, ну На самом деле тут страшного ничего нету Почему? Потому что Учитывая, что Выпали коромысла именно на нижнем распредвалу То для того, чтобы их заменить Не надо снимать ремень ГРМ Есть возможность Снять крепление форсунок И отсоединять бугеля Снять нижний распредвал Не снимая ремень ГРМ Шкив у нас находится на верхнем распредвалу А нижний же просто-напросто В зацеплении идет с помощью шестерен Снимаем распредвал Каким образом? Откручиваем бугеля Соответственно, они пронумерованы Обязательно поставить так, как они стояли по номерам Нельзя перепутывать Выставляем метки Для того, чтобы Для того, чтобы распредвал поставить именно так, как он должен стоять В крайнем случае, если, допустим, нету возможности Можно просто-напросто нанести маркером метки между шестернями Снимаем бугеля И сам снимаем сам распредвал Вот, как видно, распредвал достался очень даже легко, свободно ГРМ скидывать не надо И сейчас достаем То, что у нас осталось Какие у нас остались Рокера и гидрокомпенсаторы Вот старые гидрокомпенсаторы И самое интересное, что все они твердые То есть, визуально так, чтобы посмотреть, чтобы они были мягкие То такого нету Все шесть и все твердые Ну что ж, будем ставить новые Вот новые гидрокомпенсаторы Коромысла И уже проверенные и отреставрированные форсунки Так, гидрокомпенсаторы У нас номер 420-0222-10 И на Так, и Коромысла 422-0102-10 Так, вот эти коромысла, про которые я говорил Вот они с защелочкой И вот мы видим, что эта защелочка Распозволяет Держать гидрокомпенсаторы Для того, чтобы они не выпадали Гидрокомпенсаторы У нас На коробочке написано Ино А на самом гидрокомпенсаторе Написано Джина И это причем уже не первый раз Но, видимо Наверное, так договорились Ино Джина Я так понимаю, это Китай Ну вот Такие Поставили на место гидрокомпенсаторы И сейчас ставим коромысла и защелкиваем Вот одевается очень легко Они просто-напросто защелкиваются Прямо на На сам гидрокомпенсатор Распредвал стоит Ставим на место бугеля По своим номерам, соответственно И зажимаем Усилие зажатия 10 ньютонов на метр Обязательно соблюдать Момент зажатия Потому что В одном случае Если пережать Не будет поступать Масло для смазки бугелей Все собрали Машинку завели Как бы все работает Все хорошо Ну, конечно же Для полного счастья Необходимо было бы Заменить все гидрокомпенсаторы Учитывая, что Процелло такое С двумя Никакой гарантии нету Что Такое не может произойти С другими Ну, хозяин разбогатеет Потом поменяем Вот Ну, как видно Конечно, сильно повезло Потому что Менять гидрокомпенсаторы На нижнем распредвалу Очень несложно Как вы сами могли это увидеть Всем спасибо И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok